МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые друзья! Всех приветствую! Телеканал Леоминор. Меня зовут Дмитрий Широков. Я в этой студии нахожусь исключительно для того, чтобы представлять наших сегодняшних гостей, задавать им вопросы и каким-то образом вести беседу. Про телефоны и прочие средства связи скажу вам чуть-чуть попозже. А сейчас разрешите представить. Очень рад тому, что в нашей студии уже во второй раз появляется артист из родной нам Украины. Зовут его Олег Шак. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуй, добрый мой приятель. Нас опять судьба свела. После дружеских обядей Расскажи мне, как дела? Без обмана и без фальши Мы за праздничным столом Говорим о жизни нашей Вспоминая об эллом Не ведом, что идут года Когда друзья с тобою рядом Как вода Время как вода Тереть своих друзей не надо Как ты жив, здоров, чем дышишь Может быть, я помогу Адресок мне свой запишешь Когда в гости забегу Нет ведом, что идут года Когда друзья с тобою рядом Как вода Время как вода Тереть своих друзей не надо Здравствуй, добрый мой приятель Я тебя так долго ждал Сколько лет прошло И все же Я тебя не потерял Не ведом, что идут года Когда друзья с тобою рядом Как вода Время как вода Тереть своих друзей не надо Не ведом, что идут года Когда друзья с тобою рядом Как вода Время как вода Тереть своих друзей не надо Тереть своих друзей не надо Друзья, Олег Шак Так зовут исполнителя Который сегодня Находится у нас в студии Но Олег является не только Исполнителем, но еще и автором О чем поговорим прямо сейчас Олег, добрый день Здравствуйте Здравствуйте всем Представляете музыкантов С которыми вы сегодня приехали Это мои друзья Которые мы уже не первый год Вместе работаем Вместе живем Вместе все остальное делаем Ренат Лутфулин Сергей Цимбал Анатолий Манди Прекрасная певица Прекрасная девушка Татьяна Гуцал Это мои друзья Расскажите немножечко о себе Для тех наших телезрителей Которые не видели Предыдущую программу С вашим участием Буквально несколько слов Для того, чтобы Я в следующие разы Мог объявлять Что у нас в гостях Там лауреат Всех лауреатов Победитель всего И вся Олег Шак То есть ваше политическое кредо Всегда, да? О себе рассказать можно долго Ну Я музыкант В первую очередь Музыкант Который учился Много лет Музыкальная школа Музыкальное училище Консерватория Работал Теперь живую Радуюсь жизни Работаю для людей Работаю для своих друзей Пою песни Пишу песни Езжу на рыбалку Переворачиваюсь С лодки Тону Выживаю Живу Здравствуй И всем этого желаю А про рыбалку Песни будет сегодня? Сегодня не будет А вообще есть Конечно есть Есть, но сегодня не будет Хорошо Поговорю с вами о рыбалке О песне про рыбалку В следующем эфире Следующая песня называется Птица разлука Но и насколько я понимаю Ведь одной из ваших Граней того, что вы делаете Это написание музыки Для телевизионных сериалов Которые в огромном количестве Производятся И идут с успехом На многих Телеканалах Да Вот сколько уже Таких телефильмов Озвучено вашими Стараниями? Трудно посчитать Потому что есть Работы, фильмы Куда я пишу Непосредственно Только музыку Как, скажем Да, сопровождение Есть Фильмы, сериалы Куда пишутся Заглавные песни Или песни Которые звучат В этих фильмах Я, честно говоря Даже не посчитаю Сколько Потому что это бывают Такие сиюминутные Даже какие-то работы Когда надо буквально в один кадр Вписать какой-то маленький мотив С вокалом Со стихами Их очень много есть Вот одна из них Это Телесериал Ефросинья Где поет заглавную песню Валерия Это не первая И не последняя Надеюсь Наша работа Совместная Там есть такая песня Птица разлука Хочу рассказать Кстати Опять-таки Под сериал Где поет Валерия Стихи Написал Александр Вратарев А птица разлука Ему помогала писать Его дочь Талантливейший Поэт Я считаю Ирина Вратарева Хотя там было Только предыстория Такая Немножечко Сумбурная Текст был изначально Написан один Потом Компания Телекомпания Которая Заказывала Этот сериал Сказала Надо поменять текст Получились какие-то Разногласия Было написано Что Там песня про бруснику Было написано Что брусника Цветет на снегу Заказчику это не понравилось Сказали На снегу не надо Давайте на лугу Потому что у нас Нет зимы в кадре Изначально У нас есть осень Там или лето На лугу И когда песня Первый раз прозвучала На мне на сайт Нам многие начали писать Возмущаться люди Особенно там Сибиряки Там Стойги Что вы написали Песня отличная Ну разве можно Петь о том Что брусника Цветет на лугу Ну я сначала Объяснял Что изначально Была на снегу Брусника Потом Понял что Бесполезно кому-то Объяснять Но в данном случае Я иногда Исполняю эти песни Которые пишу для кино Я исполняю их сам Тоже Для себя Эту песню Оставил именно Брусника на снегу Чтобы не задавали лишних вопросов Потому что честно говоря Объяснить почему так Очень тяжело Человеку который не сведущий То есть менеджмент компании Который на основании Фокус-групп Выбирал образы Для Видео И аудио Видимо забыли про песню Яблоки на снегу Да есть яблоки Поэтому решили Переделать бруснику Положить ее Почему-то на луг Ну давайте познакомимся С творением Кстати как работалось Работалось с Валерией Потому что когда Говорили что это уже Не первая работа У меня сразу Мысленно возник Светлый образ Иосифа Пригожьего Иосифа Пригожьина Да И если честно То я общался Я больше И с Иосифом Потому что Валерия Она очень занятый человек Она прекрасная певица Больше работа была Заочной Скажем так Сколько я в Киеве На Москве Она записывала в Москве Там аранжировку Я делал в Киеве Передавал Это туда Потом это сюда Потом мы где-то встречались На общие концерты Где-то я даже выходил С ней За роялем Сидел Как автор Она участвовала В моем Сольном Концерте Ну Она Действительно Неуловимый человек Потому что Она постоянно Разъезжает Причем По всему миру И поэтому Общение Больше было С ее мужем С ее продюсером Серым Иосифом Слава Богу Все нормально Этот сериал Насколько я понимаю С успехом Идет на российских Телеканалах Еще снимается Насколько я знаю Уже второй год он идет И еще пишут И пишут серии Все сериалы Которые идут успешно На российских телеканалах Они снимаются И снимаются Уже вроде бы Все сняли А они все снимаются И снимаются Давайте смотреть Давайте слушать Я попробую спеть Которая друзья Я уверен Нашим телезрителям Известно Более чем Потому что На самом деле Этот сериал Пользуется большой популярностью В исполнении автора Даже с небольшим Изменением текста Небо надо мной Вокруг той гостиной Как женчуга Стутеная река На поляне В зеленую страну Там лебедь В зеленую тайгу В зеленую тайгу Птица разлука Если ты моя подруга Я с тобой вернусь домой В зеленую тайгу Где брюшника на снегу Птица разлука Птица разлука Над студеная Над студеной над водой В зеленую страну В зеленую тайгу Птица разлука Птица разлука Если ты моя подруга Я с тобой вернусь домой В зеленую тайгу Где брюшника на снегу Друзья, продолжаем программу Олег Шак у нас в гостях Композитор Музыкант Играющий И поющий Для друзей Как он говорит Пишущий Для сериалов Кстати Много ли народу Я имею в виду Из артистического Артистического народа Исполняет ваши песни В Украине у нас Достаточно много В Украине С Россией Только в основном С Валерией Ну как аранжировщик Звукорежиссер Там студийный Я работал со многими И тот же Иосиф Кобзон У меня не раз записывался И Тамара Гварцетелли Роза Рымбаева Были такие корифеи Ну то есть такая Тяжелая Настоящая гвардия Эстрадная Ну это интересно Это очень интересные люди Потому что это действительно Старая гвардия Старая закалка Старая школа Та, которая Я думаю Будет не повернута никогда Никакая фабрика Там 1, 2, 3, 4 Никогда не заменит Тушку Даже восьмая фабрика Не приблизится Никакая Да конечно же Это точно Совершенно Кстати практикуете ли вы это Берете ли в свой репертуар Песни других авторов Или не исключительно Самостоятельное творчество В основном самостоятельно Ну есть у меня там Друзья-музыканты Которые мне могут На день рождения прийти И подарить песню Причем они друзья Они музыканты Естественно я эту песню спою Потому что это чистой души Это чистого сердца Это подарок А подарок отказывать Да и дешевле Авторские не надо Конечно Олег, расскажите О концепции Той программы Которую вы сегодня Хотите показать здесь На телеканале Знаете Мне действительно Понравилось здесь Потому что я уже Не первый раз Я хорошо помню Первые съемки Честно говоря Отзывы очень большие Ко мне на сайт поступает Потому что Действительно Канал вещает Охватывает Очень большой регион Он и у нас в Украине Есть В кабельном эфире Ну что хочется Естественно хочется показать Какие-то новые песни Поскольку вышел Новый альбом Но вышел-то он уже Полгода назад Поэтому эти песни Пока это песни С нового альбома Ну и есть Незабываемые Старые песни Которые уже Некоторые стали Даже визитной карточкой Где бы я не появлялся Просят Спеть там Ту или иную песню Уже полюбившуюся Старую Ну давечу Вчера Да я был у друзей В одном прекрасном заведении Не обошлось Опять-таки Без пения И о том Что вспоминают Те старые песни Которые уже полюбились Ну а новые Хочется надеяться Хочется верить Что они тоже Будут людям нравиться Это Для меня Это будет Огромнейшая благодарность Потому что Вы же сами понимаете Что такое родить песню Это как ребенок Которую лелеешь Любишь И даешь дорогу В жизнь Прежде чем Перейдем к песне Алло Здравствуйте Алло Добрый день Добрый день Как зовут вас И откуда позвонили Москва Спасибо огромное За его песен За его творчество Но у меня знаете Вот такой вопрос Мне очень нравится Его Сереж Сережка Да Олег Вы удачно сегодня Пришли на эфир Так Алло Знаете Вы говорите прямо Олегу Потому что он стоит рядом И слышит вас Точно так же Как и я Олег Я еще со школы Хотела Чтобы сын Тоже Несел сережку Но я всегда боялась Там какие-то разговоры Как там Что-то Нужно ли И вот Что это значит Вот эта сережка Как правильно носить Спасибо Спасибо большое Олег Объясните Почему выносите У меня две сережки Вот одна сережка Вот вторая сережка А я не знаю Люди сами себе придумывают Наверное Какие-то там Проблемы Колоть Не колоть Да можно вынуть В принципе Это когда-то Очень много лет назад Было так Полушутя Потом каким-то образом К имиджу привязалось Я не вижу в этом ничего Там Говорят Правое ухо Левое ухо Какая разница Я им еще покажу Свои татуировки Вы тоже скажете Что я где-то чего-то Не так Сделал Не удалось Музыканту Объяснить Почему он носит Серьги Не удалось Не знаю Хотя 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 В принципе Если надо Если принципиально К этому идти То в принципе Когда-то В Украине Древний Украин Как древний Запорожская сечь Всегда Обували Цепляли сережку Единственному сыну В семье Дабы не брать Его в войско Казачье Потому что Он оставался Единственным Кормильцем Семьи Таким образом Его обозначали Как бы единственным А там Старших Забирали Допустим Одного оставляли И даже если он туда попадал Все равно Эта серьга Была знаком Того Что к этому человеку Стоит относиться Более осторожно Старый друг Так будет называться Да Старый друг Это Вот эта песня Давняя уже Она была Еще В первом Моем альбоме Незваный гость Не знаю Почему Хочется Испеть Это немножечко Трагическая песня Но Как Не прискорбно Эта тема Вот с возрастом Становится Все актуальнее И актуальнее Когда друзья уходят Те которые Тебя поддерживали Говорили Улыбайся Смейся Живи Радуйся Не обращай внимания А сами Будучи сильными В душе Морально Ну просто Уходили там Болезни Еще что-то Еще какие-то Проблемы Я же говорю Эта тема С возрастом Становится актуальнее Актуальные Потери Близких Тебе Друзей Близких Тебе Людей Поэтому я хочу Эту песню Посвятить Этим людям В память о них Давайте конечно Старый друг Не пишет Не звонит Закрутили Может быть Дела Закурю И значит Он не спит Дали Его дорога Увела Он от бед Спасал Меня не раз Улыбайся Часто Говори А он однажды Сам себя не спас На подъеме Выбившись Весел Старый друг Приезжай Лег к туману реки И пускай Что ж пускай Посидели виски Приезжай Приезжай Старый друг Посидим у костра Среди холода Вьюг Не хватает тебя Старый друг Скорей приезжай Есть виной фрукты На столе Седины моей Не замечай Это снег Что выпал В феврале Старый друг Ушедшие года Обмануть Не в силах Никому Мы с тобой Об этом Иногда Говорим Лишь Богу Одному Старый друг Приезжай Лег к туману реки И пускай Что ж пускай Посидели виски Приезжай Старый друг Посидим у костра Среди холода Вьюг Не хватает тебя За окно Кто стужит Жара Перемен погоды Не страшусь Но тебе Приехать бы Пора А не то Сам гости Напрошусь Знать бы Только Где нашел Приют Среди звезд Что светят В небесах Я люби Стихи свои Пришлю Расскажу Что осень К нам Пришла Старый друг Приезжай Лег к туману реки И пускай Что ж пускай Посидели виски Приезжай Старый друг Лег к туману реки И пускай Что ж пускай Посидели виски Приезжай Старый друг Посидим у костра Среди холода Вьюг Не хватает тебя Приезжай Старый друг Приезжай Олег Скажите пожалуйста Сколько у вас всего Номерных альбомов Это первый вопрос И второй вопрос Как функционирует сайт Про который вы упомянули Третий официальный альбом Помимо этого альбома Естественно есть Так называемые синглы Те которые По той или иной причине Не вошли в альбом То ли ждут Своей жизни Альбомной То ли все таки Такова судьба Их остаться Одними такими синглами Потому что Каждая из песен Она Что-то О чем-то говорит Она что-то значит И естественно У меня К ним свое отношение Вот Это что касается альбомов Что касается сайта У меня сайт Где-то уже на протяжении Пяти лет есть Он постоянно поддерживается Он постоянно обновляется Очень много пишут Просят коллег музыкантов Там Минуса допустим Дают Тексты песен Даю Причем пишут иногда Просят аккорды Я лично там Прописываем аккорды Всю табулатуру Люди хотят петь Ну допустим Они не могут услышать Правильный аккорд Но хотят Играть Спеть эту песню Почему нельзя Конечно Нужно играть Лучше скажем В лишний раз Песню спеть Чем Напиться До беспамятства Хотя Одно провоцирует Другое Сказал Сам подумал Олег А скажите На Украине Какова ситуация С альбомами Вообще Потому что В России Сейчас часть музыкантов Пришла к жесткому выводу Ну то есть Серьезные музыканты У которых уже Этих альбомов много Они их естественно Выпускают Но Мало надеясь На Легальные продажи То есть Альбомы выпускаются Скорее для того Чтобы поклонники знали Что в том Вот та песня Это песня Из того или иного альбома А Сами продажи Ну всем понятно Что в общем Интернет дело такое Что Конечно Как Просто у нас были ребята Из Белоруссии Недавно Которые говорили Что с пиратством Там Как раз Что не очень И в результате чего Собственно говоря Продажи легальные Достаточно большие Вот Как дело у вас на родине У нас С пиратством Слава богу Все хорошо Слава богу В кавычках То есть Они Как у нас Конечно Ну Просто братья Вы абсолютно правы Насчет того Что альбом издавался В первую очередь Не для коммерческих целей Более как Презентабельный Он был Да Для презентации Для подарков На концертах Где-то возможно люди Хотя люди Спрашивают Где они находятся То есть Одна из рекординговых Компаний Которая выпустила Мой диск Мне заверила Что альбом будет Продаваться И в Украине И на территории СНГ Хотя я же говорю На тот же сайт Или на почту Ко мне обращаются Спрашивают Где можно купить Оказывается Их нет Потому что у нас Опять-таки Подход наших Лавок Вот этих Которые продают Извините Что я так говорю Лавки Они берут Суперизвестных Популярных Артистов Потому что Понимают Что Здесь будет Обеспечена Продажа А брать Неизвестного Исполнителя Они не хотят Рисковать Но для этого Существует Интернет Который Очень хорошо Талантливо Продает Эти диски Я захожу Я вижу Я даже видел Не то что Диски оригинальные А даже коробки Купленные В В Питере Еще не По облакам Диск второй Мой который был Естественно Он издан был Не той рекординовой Компанией Которая Выпускала Мой диск А именно Пиратская копия Они есть И в таком виде То есть не только В электронном А именно Физический диск Существует С отпечаткой Продал небольшую Пластинку Получил приличный день Ну и плюс ко всему Естественно Скачивание Но скачивание Не бесплатно Куда эти деньги идут Я не знаю Единственное Я знаю Что в России Что касается Защиты авторских прав Намного серьезнее Поэтому я допустим Свои права защищаю Как гражданин Украины Я на территории СНГ Защищаю свои права В РАУ В Российском авторском обществе Потому что Наше пока Авторское общество Украинское Вообще не дошло К каким-то законам Для того чтобы Можно было действительно Сказать спасибо вам За то что вы защищаете Наши права Капают какие-то копейки Когда этот альбом Находился просто В каждой первой машине А даже не в каждой второй Будет лето Будет Люблю лето Больше люблю Весну конечно Ну мы все любим весну Любим лето Нет Весна она же чем хороша Потому что То все в шубах А то здесь идешь Вроде снег вокруг А девчонки идут Такие нарядные А еще потому что Это предчувствие лета Предчувствие Она же этим Приятная Ну или так Ну это не будет лето Это песня скажем Времена года Потому что там И о лете И осень И зиме И о весне Давайте О любви И о друзьях Будет лето Я буду греться под солнцем По луной танцевать Обливаясь вином Веселиться и петь Фалертовать с незнакомкой И по берегу моря Бродить босиком Будет осень Я буду шляться по бару От ветров и дождей Укрываясь зонтом Вечерами щипать Струны старой гитары И осенний грусть Отложу на потом Осенний грусть Отложу на потом А зимой Когда вдруг Утарят морозы Чтоб согреться Я сразу Двоих обниму Повстречаю Друзей И блестящие звезды До весны С новогодней Сосны Не сниму Повстречаю Друзей И блестящие Звезды До весны С новогодней Сосны Не сниму А весною Я буду часто Влюбляться И прохожим Девчонкам Букеты дарить Может быть Я научусь Целоваться И банальные вещи Не стыдясь говорить Не стыдясь говорить Будет лето Будет осень А зимой А весной Алло Здравствуйте Здравствуйте Добрый вечер Как зовут вас И откуда позвонили Меня зовут Светлана Я из Мурманска Очень приятно Светлана Пожалуйста Олег Шак Ваши вопросы Может быть Просто Эмоции От увиденного Олег Шак Здравствуйте Ну Как поклонник Ответь Пожалуйста На такой вопрос Творческие планы На ближайшее будущее Спасибо За оригинальный вопрос Спасибо Творческие планы Творить Творить Конечно же Творить Творить Еще раз Творить Как завещал нам Ну а если честно Творческих планов Очень много есть Дай бог Их реализовать Как плохая примета Не хочу рассказывать о них Потому что Немножко верю В такие приметы Не загадывать Наперед Но главное Чтобы Эти творческие планы Совпадали С вашими Какими-то надеждами В том Что вы услышите Если вы являетесь Поклонницей Моих песен Что вы услышите Новые песни И Не разочаруетесь В них Спасибо За этот ответ Для нашей телезрительницы Олег Скажите пожалуйста Как выглядит Ваш концерт Сольный Да Много ли народу На сцене Есть ли специальные Декорации Есть ли Какая-то драматургия У концерта Потому что Лично мне кажется Вот Вы бы легко Вписались В какой-нибудь Вот условно говоря Как в России Выглядит там Театр Аперетты Да То есть Такое Достаточно Хорошее место В котором есть Такая некая аура Хорошего Эстрадного Исполнения Вот в этом месте Постоянных Каких-то вещей Ну Один из сольных концертов Который мы делали Вот вместе Все То есть Он такими был Это был Скажем Небольшой зал Относительно Там На две тысячи мест Да С декорациями Хорошими декорациями На сцене было Восемь музыкантов Плюс Где-то дополнял Иногда балет Плюс естественно Мой любимый инструмент Рояль За которым я иногда Садился И играл В принципе так И концерт Начинался С ничего С роялем Со снегом Который летит Какого цвета рояль? Белого Я думаю Нет разницы Какого он цвета Но Есть Режиссер Почему-то режиссер Который Делал мне концерт Помогал Тоже мой друг Он Видел Вот В этом Цвете Всех Софита В этом снеге Почему-то Нет Ну конечно Он выигрышно выглядит Здесь даже говорить нечего Я почему-то так спросил Потому что были случаи Когда В общем Один артист нам сказал Ребята Если не будет Белого рояля на сцене Я просто не приду Пришлось Согласен Здравствуйте Здравствуйте Алло Говорите Пожалуйста Алло Здравствуйте Здравствуйте Как зовут вас И откуда позвонили Меня зовут Елена Чеснокова Олег Здравствуйте Алло Здравствуйте Я уже наверное догадываюсь Но читая ваши строки Я вижу радость И вот эту иску в глазах Мне это Естественно Мне это очень приятно И очень трогательно Спасибо вам огромное Елена Елена Олег Олег Да Елена Я слышу Знаете Хотел Я вам сказать Это все Самое прекрасное Самое замечательное Получилось Что сказали Вы мне добрые слова Елена Подождите Прям одну секундочку Буквально Давайте я вас спрошу Скажите мне Пожалуйста За что Вы так полюбили Те песни Олега Шака Которые вас рады За что Да По-моему Олега Не любить просто Нельзя Спасибо вам Говорите 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 Я хочу пожелать Олегу Долгого Творческого пути Я хочу Чтобы Чтобы он Подольше Нас радовал Своим творчеством Спасибо Спасибо большое Спасибо Время просто поджимает Олег Мне кажется Что Иметь Людей Которые Вот так Знают Творчество Узнали о том Что на телеканале Ля Минор И позвонить Для того Чтобы сказать Своему Любимцу Какие-то слова Это важно Это значит Что ваши песни По-настоящему Трогают сердца И это хорошо Спасибо вам Олег Любовь и счастье Да Эта песня Я хочу просто Два слова Сказать Есть у меня Соавтор Теперь он Не только Соавтор Он Скажем Мой товарищ Друг Украине Он известен В множественных Отраслях И в науке И в большой Серьезной политике Как общественный Деятель Это профессор Но он Пишет Замечательные Стихи И мы уже Несколько лет С ним сотрудничаем Он пишет Стихи Я пишу Музыку Кстати Иосиф Кобзон Тоже Исполнял Одно из Произведений Его Это Анатолий Толстоухов За что я ему Очень благодарен Он действительно Пишет Красивые Стихи Которые Многим Нравятся И просто Отрывают Иногда Песни У меня Вот С корнями Да Вот Она из песен Это Любовь и счастье С удовольствием Ее пою Но не только я И у нас Некоторые артисты Уже Меня Забрали И поют На здоровье Исполнял Мы без любви Не видим В жизни Смысла Идем За счастьем Словно За Птицы Они Как два Ветра На Карам Мысли А в них Живая Плещутся Водицы Дай Бог Нам Всем Хотя Вы На Мгновень Водицы Той Напиться Чтобы Вместе Любовь И Счастье Как Жених С Невестой Своё Навстречу Начали Движение Любовь Счастье Люди Счастье 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 Неродные Сестры Любовь И Счастье Не Всегда Подруги Любовь Порой Как Нож Бывает Острой А Счастье Где-то Бродит По Округе Любовь Счастье Любовь Порой Как Нож Бывает Острой А Счастье Где-то Бродит По Округе Любовь Счастье Неродные С República Любовь Счастье Не Всегда Подруги Олег, зная, как часто одна удачная песня, или буквально две-три песни, правильно подобранных артисту, которые выстреливают, могут сделать карьеру. Я понимаю, почему именно вот эту песню пытаются выдернуть. Потому что, в общем, я думаю, что в России она будет тоже хорошо идти. Порой, вы знаете, так тяжело понять, наверное, потому что тяжело судить объективно о собственном творчестве. Это невозможно. Я иногда написал какую-то песню, мне кажется, вот это супер, мне очень нравится, я с ней сплю, я лелею, мне кажется, что она не идет. И точно так же наоборот, кажется, ну, песня как песня, она выстреливает. Олег, вы говорите сейчас мои слова. Я кроме того, что веду программу на телеканале «Ля Минор» разнообразной, занимаюсь его художественным руководством отчасти, я еще занимаюсь напрямую художественным руководством радиостанции. И вот то, что вы сейчас говорите, это частый случай. Не только с вами действительно бывает, что музыканты приходят и говорят, это ребенок. Слушают его люди, которых музыканты просто обязаны ненавидеть, типа музыкальные редакторы радиостанции, продюсеры эфира радиостанции. И говорят, что-то не то. Давай попробуем. И часто действительно бывает, что песни, на которые... Даже бывают случаи, когда артист пишет песню, чтобы добить альбом. Просто ему сказали, давай 12 возьмем или 14. Он думает, ну, вот, 12 деток есть. Ну, еще две вот этих, еще недоделанных. Абсолютно правильно. Согласен, точно все как по жизни. И это хорошо, что вы сегодня поете целую большую программу, то есть мы показываем не только самые яркие песни, которые уж точно прозвучат, но и, собственно говоря, то, чем вы живете, то, чем вы занимаетесь, и то, что для вас тоже является очень таким важным. Надо петь, чтобы вы спели как можно больше. Музыку дороги, я предлагаю. Да. Музыка дороги – это тоже на стихи Александра Воротарева, с которым мы успешно сотрудничаем и в кино, и для себя, и для артистов. Музыка дороги. Все зовет куда-то, это музыка дороги. В ритме ожидания сердца перестук, катятся по рельсам и удачи, и тревоги, а за речкой мой зеленый лун. Не летят, как листья сном, а осенью порога над кленовой рощей розовый рассвет. Катятся по рельсам и удачи, и тревоги, а кого люблю, того здесь нет. А колеса кричат и стучат, а в надежды навстречу летят. На зеленом лугу соберу, как цветы, унесенные ветра цисты. На зеленом лугу соберу, как цветы, унесенные ветра мечты. Все зовет куда-то, это музыка дороги. Вечер зажигает, окна поездок. Надо человеку и немало, и немного, только знать, где станция любовь. А колеса стучат и стучат, а надежды навстречу летят. На зеленом лугу соберу, как цветы, унесенные ветра мечты. На зеленом лугу соберу, как цветы, унесенные ветра мечты. А колеса стучат и стучат, а надежды навстречу летят. На зеленом лугу соберу, как цветы, унесенные ветра мечты. А колеса стучат и стучат, а надежды навстречу летят. На зеленом лугу соберу, как цветы, унесенные ветра мечты. На зеленом лугу соберу, как цветы, унесенные ветра мечты. Унесенные ветра мечты. Друзья, продолжаем программу. К нам приехал... Сегодня к нам на самом деле приехал достаточно издалека Олег Шак. Артист, приехавший из Украины. Да, из Украины. Правильно говорю? Да. А то я вот что-то... Я все время путаюсь. В, да, из. Да, в, на, там, вот эти все истории. С какого города, кстати, где вы проживаете на постоянной основе? В Киеве. В Киеве. Мы все живем в Киеве, кроме Рената. Ага. Ренат живет в Москве. То есть в самом... Перестелился. То есть в самом историческом центре всего, что только... Всего, что только возможно. А есть песни про Украину, про Киев? Есть, конечно. Есть у меня песни про Украину, про Киев. Но я думаю, это вообще отдельная должна быть передача. Договорились. Вы мне уже обещали песню про рыбалку. Про рыбалку, ты, само собой. Рыбалка, это стихия. Это даже не хобби. Это уже действительно недавно, буквально две недели назад с друзьями поехали. Сома такого тащили. Втроем с лодки. Есть такая шикарная по ткани вам река Рось. Она попадает в Днепр. Вот мы по Роси сплавлялись. Уже под конец рыбалки доставали сома. Перевернулись. Но сома спасли. А, то есть достали. А видели в интернете вот этот крик, который набрал неимоверное количество посещений, кликов, там, где дядька поймал езя, и такой душераздирающий крик. Он его так достает, а кто-то снимает мобильным телефоном. И я его... Я! Прямо такое... Прямо ощущается, что настоящий охотник. Точнее, настоящий рыболов. Прямо это вот от сердца пошло. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Алло. Давайте попробуем говорить. Здравствуйте. Давайте, давайте. Да, давайте. Как зовут вас и откуда позвонили? Меня зовут Валерий. Откуда вы, Валерий? Ну, видимо, издалека. Мы вряд ли сможем. Я не буду долго занимать ваше время. Хочу пригласить Олега на зимнюю рыбалку на Байкал. Если ему это интересно, пусть он перегонит. Очень нравится его творчество. А можно с друзьями? Можно с друзьями? Конечно. Договорились. Накупать в Байкале зимой – это просто здорово. И друзей, и его. Спасибо за такое приглашение. Если у вас есть желание, оставьте нашему редактору, с которым вы разговаривали до момента выхода в эфир, какие-то контакты. Я был на Байкале, там прекрасно. Омуль. То есть надо ехать. Нет, Омуль там сумасшедший совершенно. А водка какая там холодная. О-о-о. Друзья, продолжается творческая страсть. По рукам пошла водочка. Это у меня про рыбалку, где песня. Кстати, написано тем же Анатолием Толстоуховым. Там есть такие слова, где она рыбалки сидит. По рукам пошла водочка и кружка в ожидании встречи с пивком. Ну, мы продолжаем петь. Олег, шаг. Олег, у вас есть какое-нибудь звание на Украине? Народное, заслуженное, что-нибудь подобное? Есть заслуженный артист Украины. Ну, как и к любым наградам и званиям отношусь абсолютно скептически, потому что главное звание – это получить от жизни подарок. Звание, вот когда вот такой человек, как Елена Чеснокова, говорит тебе искренне большое спасибо за то, что вы есть, за то, что вы творите. Вот это звание, я считаю. Ну, это действительно приятно. Это абсолютно искренне, я говорю, без всяких каких-то лицемерий еще чего-то. Я серьезно. Вот это звание. Ну, тем не менее, это облегчает жизнь мне. Друзья, у нас в гостях заслуженный артист Украины Олег Шаг. И следующая песня, насколько я понимаю, «Ветер» должна называться. Да, «Ветер» – это тоже написала Ирина Вратарева, о которой я сегодня говорил. Прекрасная поэтесса, прекрасная молодая девушка. Спасибо ей тоже за это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Когда к этому присоединяются еще какие-то руки, уши, мозги, они, естественно, зерно свое добавляют, и появляется какая-то свежесть. В принципе, то, чего иногда не хватает на каком-то этапе развития. Это правильно, я считаю. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Как зовут вас и откуда позвонили? Мне зовут Шене, я из Мерлана. Очень приятно. Евгений, пожалуйста, Олег Шакт. Ваши вопросы, может быть, просто эмоции. Олег, у меня такой вопрос к вам лично. Дело в том, что вы, как и любой артист, очень модно выстреливаете по нашей родине, по России. И мне интересует, есть ли в плане ваших планах и вашего коллектива гастроли по Западной Сибири, в частности, город Кемерово? Есть, конечно же. Тем более, уже спасибо вам, да, туда приглашали. Но, как правило, очень длительные бывают такие переговоры, потому что все-таки это касается и райдера, это касается перелетов. Люди-заказчики, они должны прочитать, ну, скажем, все затраты, которые они понесут. Плюс ко всему, вот на Камчатку точно так же или в Тюмень, в дальние регионы есть приглашения. Я думаю, все-таки мы в ближайшее время туда поедем. Но я говорю, чем дальше получается регион, тем труднее иногда не то, что договориться, а найти точки соприкосновения для того, чтобы... Я вам открываю карты, чтобы было выгодно и заказчику, и, естественно, нам, чтобы никто здесь не пострадал. Райдер дорогой? Да, райдер, конечно же, потому что перелет... Не-не-не, сам райдер, артистический, даже не технический, артистический райдер дорогой? Нет, абсолютно нет. Я вам скажу, что когда как-то приглашал одного человека, известного очень, там, в Ксении на концертах, там райдер был, скажем, ну, почти как и гонорар артиста. Вискарек специализированный? Ну, вероятно, это все вискарек, это как раз такие-то цветочки. Девчонки на выходе? Именно тот номер, именно вот чтобы окно вот такое, и вода не такая, а вот такая вода. И журчание, я извиняюсь, сантехнического оборудования, чтобы было... И запах. Чтобы было в определенном тоне. Ну, бывает, бывает. Друзья, у нас сегодня гость совершенно не такой. Совершенно замечательный творческий человек, который пишет очень красивые и хорошие песни. «Беги» следующая песня. «Беги». Это, опять-таки, что касается кино. Эта песня была написана изначально к одному из кинофильмов, телефильмов. Это односерийный фильм, называется «Заграва». Он снимался у нас в Украине, я туда писал и музыку, и песню. Вот эта песня... Не могли бы перевести название? Дело в том, что она даже... «Заграва» — это «Зарево». «Зарево», но она даже в прокат российский пошла как «Заграва». То есть, потому что тут, может быть, как «Заграва» заигрывание какое-то так. Ну, вовремя. Ну, хотя в переводе, прямой дословный перевод — это «Зарево». Но фильм так и называется «Заграва». Что же ты, моя судьба, дорога? В небо от земли улетаешь вдаль. Ты скажи мне правду ради Бога. Где найти свою удачу и свою печаль? Ты куда летишь, мой конь крылатый? Гриву распластал на шальном ветру. Мы с тобой, судьба, играем в карты. Кто сегодня с козырями, я не разберу. Беги, 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 лети, крылатый конь, спаси судьба, дорога. Беги, беги, лети, крылатый конь, мы в синеву уходим с тобой. Я зову, я найду, я верну любовь. А дорога не свернет обратно. На круги своя я не поверну. Сколько было фарда и азарта. Только рано или поздно я белки верну. Беги, беги, лети, крылатый конь, спаси судьба, дорога. Беги, беги, лети, крылатый конь, мы в синеву уходим с тобой. Я зову, я найду, я верну любовь. Беги, 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 лети, крылатый конь, спаси судьба, дорога. Любовь. Друзья, вновь виртуальные аплодисменты. Олег Шак, заслуженный артист Украины, у нас в гостях. Олег, для того, чтобы успеть все спеть, давайте споем сразу, без разговора, песню «По облакам», потому что нам потом нужно будет делать некоторую перетурбацию. По облакам, тем более нам через несколько часов лететь. Не боитесь, кстати, летать? Не надо таких вопросов задавать. Боюсь. Боюсь. Как и мой друг, тоже напиваете? Ну, для этого, ну вот, вот вы все продали. Уже там арсенал стоит. Всем счастливого полета по облакам. Полетели. Когда садится самолет, касаясь матушки земли, Но слава Богу, что пилот и штурман нас не подвели, Они вдвоем по облакам и даже выше нас вели. Под силу это лишь рукам, что любят корабли. По облакам, по облакам, до горизонта добегу, Нет ни за что я не предам летать упрямую мечту. По облакам, по облакам, до солнца дотянусь рукой. По облакам, по облакам, бегу навстречу долгожданную с тобой. Простой, зависим разговор о небе, жизни и судьбе, О том, что делим пополам, что счастье в небе и семье. Пускай дожди или снега сработает чуть повременем, Обрызнет солнце в небеса и полетим. По облакам, по облакам, до горизонта добегу, Нет ни за что я не предам летать упрямую мечту. По облакам, по облакам, до солнца дотянусь рукой. По облакам, по облакам, бегу навстречу долгожданную с тобой. По облакам, по облакам, полетели! По облакам, по облакам, до горизонта добегу, Нет, я не просто всё предам, я просто всё это люблю. По облакам, по облакам, до солнца дотянусь рукой. По облакам, по облакам, бегу навстречу долгожданную с тобой. По облакам, по облакам, до горизонта добегу, Нет ни за что я не предам летать упрямую мечту. По облакам, по облакам, до солнца дотянусь рукой. По облакам, по облакам, бегу навстречу долгожданную с тобой. По облакам, по облакам, бегу навстречу долгожданную с тобой. По облакам, по облакам, бегу навстречу долгожданную с тобой. По облакам, по облакам, бегу навстречу долгожданную с тобой. Друзья, в студии наблюдается феерия и общий подъём эмоций. Олег, перед следующей песней у меня написано. Я специально этот вопрос оставил вот сейчас, на потом, потому что, когда спрашиваю вас о студии, у меня прям вертелся на языке вопрос, пишете ли вы в своей студии ещё кого-то. И, конечно же, вертелся у меня вопрос и о дуэтах. Потому что у меня написано вот что. «Песня «Лунный свет», скобки открываются, выходит ещё одна девушка». Я расскажу об этой девушке. Её зовут Марина Александровна. Это чудесная российская певица, которая, с вашего позволения, скажу, работает в стиле романтическом. Мы с ней несколько лет назад познакомились. Я с удовольствием с ней уже несколько дуэтов записали. «Лунный свет». Снова ночи тишина, И над городом луна плывёт, Как сон лунный свет. Только мы с тобой вдвоём, Все другие ни при чём. В твоих глазах да и нет. Лунный свет, да и нет. Вот и все слова твои. Лунный свет, да и нет. Я смотрю в глаза любви. Зря не думай, не гадай, Ничего не обещай. Я жду тебя столько лет. Мне не нужен твой ответ. Всё как было или нет. Сейчас растит наш рассвет. Лунный свет, да и нет. Вот и все слова твои. Лунный свет, да и нет. Я смотрю в глаза любви. Лунный свет, да и нет. Лунный свет, да и нет. Лунный свет, да и нет. Я смотрю в глаза любви. Лунный свет, да и нет. 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 Марина Александрова. Олег Шак. Друзья, происходящее на сцене начинает напоминать такой музыканский сейшн, джем сейшн. Танцующие операторы, пританцовывающие охрана, режиссеры. Заслуженный артист Украины Олег Шак сегодня радовал наших телезрителей, да и нас, честно говоря, здесь в студии своими замечательными песнями. Олег, представьте, пожалуйста, ещё раз друзей, которые помогали вам это делать. Марина Александрова, Татьяна Гуцел, Анатолий Манди, Серёжа Цимбал, конечно же, наш московский друг, как в фильме Ренат Лутулин. Спасибо вам огромное за подаренный час пятнадцать, за десять замечательных песен, подаренных телеканалу «Ля Минор». Вы мне уже обещали песню про рыбалку, песню про Украину. Я думаю, что через некоторое время мы встретимся снова в этой студии. Рады. Бог даст. И вы споете уже следующий материал, которого у нас не будет. Ну и разрешите от всех наших телезрителей, от многих наших телезрителей, которые сегодня смотрели эфир, но не смогли или оказались прикованными к стулу эмоционально, не смогли дозвониться или просто не стали этого делать, сказать вам слова благодарности за хорошее настроение, подаренное сегодня здесь, которое останется, потому что мы будем и эту программу повторять, и брать из неё куски для ротации. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. И пока. Пусть процветает и ваш канал, и радуемся всегда здесь у вас быть в гостях. Спасибо. Спасибо.